Я вам расскажу сказку. Внезапно. Кто читает мои книжки, знает. Я обожаю сказки, потому что в них суть. И есть абсолютно гениальная сказка. Она просто предельно гениальна. Она про жизнь человека. И про нашу, и про кризис, и про функционирование в кризисе. Сказка называется «Не подойти в обморок, царевна лягушка». Значит, идем по сюжету. Сначала благолепие. Все прекрасно. Выросли сыновья, женихаться пора. Вышли, луки натянули, стрельнули. Одному боярню, другому боярню. Ивану царевичу или дурак он там, я уж эту деталь не помню. Но поначалу точно не умный. Вот. Поначалу просто идиот. Прямо скажем. Ну, выпадает в болото, там приходит лягушка, и он, значит, с горестью принимает свою судьбу. Значит, вот первое, что нам нужно понять про свою жизнь, что она наша вот такая лягушка, которую мы нашли в болоте. Я не знаю, может, где-то есть люди, которые рождаются, что называется, с серебряной ложкой во рту или там еще с чем-то. Ну, в общем, короче говоря, который мир намазан медом. Ну, мы все получаем жизнь вот в таком, как бы, виде, ну, но надо брать. И вот он берет, приносит лягуху, вот. Ну, дальше, вы знаете, там царь устраивает конкурсы национальной, самодеятельности. Вот. Что-то там, пирог спечь, там что-то сплести, там, сшить и так далее, и так далее. Вот. И выигрывает наш Ваня, прет ему. Понимаете? У него, его начало переть. И он начинает думать, что он этого заслуживает. То есть, вот, наша жизнь, данная нам вот в этом лягушачьем виде, квакующая такая, она начинает давать нам подарки. Ему реально дают подарки. Он первое место выигрывает у царя среди своих братьев, потому что его жёнушка сплела, там, красивый наряд, красивый пирог, там, и так далее, сделал, вкусный. Да? Нам всем фартит. Но мы воспринимаем это как должное. И более того, когда мы начинаем это воспринимать как должное, мы за это начинаем как бы ещё типа наше, и вообще мало. Дальше вспоминаю сказку про эту золотую рыбку со старухой. Женщине было мало, всё, понимаете, хотело больше, и допрыгалась, как та лягуха. Значит, мы получаем от жизни очень многое, но мы не умеем это ценить. Это люди, с которыми мы встречаемся. Это возможности в реализации наших талантов, навыков, знаний, и так далее. Это возможность получения образования. Это всё подарки, понимаете? Мы всё время переживаем, кого нас что-то отнимают. А мы получаем, мы считаем как должное. И Ваня наш, понимаете, из нашей сказки тоже полагал именно таким образом. И он говорит, всё, моё. И дальше он сжигает шкурку лягушки, чтобы она была красавица. Вот ему такая нравится, от лягуха не нравится. Вот ему такая жизнь нравится, когда она красивая. А когда жизнь вот лягуха, она ему не нравится. И судьба наказывает его. Оказывается, нельзя было. Надо было ещё дождаться. Нужно было ещё продолжать жить с лягухой. Ну, какое-то время. Чтобы прошло заклятие, и она сама превратилась, сама наша жизнь превратилась в красавицу. Понимаете? Ну, Ваня дубина. Но дальше вот есть два пути. Можно зареветь, рухнуть, так сказать, на землю, бить землю и говорить, за что судьба злодейка так со мной, всё же было так хорошо. а можно идти и как бы искупать эту свою желание быстрого успеха, быстрых решений и так далее. И Ваня идёт в абсолютный кризис. Вот реально, ну, вообще, он идёт биться, вы думаете, с Кощеем бессмертным. ну, это, и это вызов, понимаете, вызов, который нам надо принять. Если мы хотим, чтобы наша жизнь была, как Василиса Премудрая, она же там из лягушки вылезала, правильно? Нам надо этот вызов принять. и вот кризис вот этот, всё, что вот это происходит, это безобразие, это на самом деле вот та самая, это тот самый вызов, который мы должны сейчас осмыслить. Как правильно себя вести, кроме того, что мы его приняли? Ну, давайте смотреть за Ваней. Ваня всё-таки персонаж. Он отправляется, и попадает к Бабе-Яге. Баба-Яга это же такой символ, понимаете, магический, магический. Вот. И усмиряет свою гордыню. Находит способ показать своё смирение. Да, кризис, да, плохо, но всем плохо. те, кто бегают, что у них самый большой кризис, а все остальные, значит, типа это, ну, это смешно. Всем плохо. Я всё время говорю, когда считают потери, никто, никого не подумает, сколько людей, детей в Африке погибнет из-за голода, который возникнет. А он неизбежно возникнет. Их почему-то никто не считает. эти дети, они что, не дети? Да. И он находит в себе смирение. И в результате он получает клубочек. Клубочек ведёт его дорогой к качеве бессмертного. И дальше задумайтесь, что он делает в дороге. Он ловит зайца, ловит утку, чёртов ступь, щуку ловит. Ну, или не ловит, а высвобождает. И они все говорят странные вещи. Они говорят, спасибо, Ваня, я тебе ещё пригожусь, я типа пошёл. Но вы вздумайтесь, он голодный. Он без сил идёт к Кащею бессмертному. Но он отпускает тех, кто нуждается в помощи больше, чем он. Ну, как бы щуку выкинула на берег, она больше него нуждается, она помрёт сейчас, он её спасает. С зайцем беда какая-то спасает. С птицей селезнем, понимаете, спасает. Он идёт и как бы заслуживает жизни тем, что он занят не тем, что он свои частные корыстные интересы решает, он другим оказывает помощь, тем, кто больше него страдает. Ну и дальше, конечно, жизнь его вознаграждает. дворец там вот это всё падает, его заяц ловит, рыба ловит, селезень это вынимают, ломают иглу, смерть кощею, заклятие пала. Значит, вот это наша жизнь с правильно пройдённым кризисом. То есть сначала жизнь у нас ну такая, мокрая, холодная, как лягушка. После этого она даёт нам всякие хорошие вещи, возможности, которые мы не ценим. потом мы когда начинаем думать, что нам обязаны дать хорошую жизнь, мне нужна интересная работа, мне нужны люди, которые будут мной восхищаться, все же хотят звёздами быть в ютубе или где там блогеров делают, шоу-бизнес и так далее. И вот тут это кризис. И вот мы сейчас, и мы как цивилизация тоже, все что-то ныли до этого, говорили. И вот мои любимые анекдоты, приходит пациент к врачу и говорит, у меня вот то плохо, это плохо, это плохо. Ну, врач ему говорит, ну, слушайте, это же жизнь, белая полоса, чёрная полоса, белая полоса, чёрная полоса. А, ну, понятно. Он ходит, возвращается через какое-то время и говорит, доктор, что вы мне в прошлый раз сказали? Я говорю, ну, белая полоса, чёрная. Вы должны были мне сказать, что то была белая полоса. Вот, собственно, у нас была белая полоса, как все ныли, что-то всем, у кого скука, у кого ещё что-то, пятое-десятое. А сейчас мы перед развершившийся кризис. и теперь нам нужно проявить вот это такое внутреннее смирение и понять, что мы должны самих себя прежде всего сделать. Задумайтесь про Ваню. Первое. Справился со стрессом. Смог совладать собственными чувствами, собственным разочарованием, понимаете, принять его и справиться со стрессом. Второе. Построить социальные связи. Потому что, как говорил Йоркес, это такой учитель Конорда Лоренца, приматолог американский, он был. даже один шимпанзе не шимпанзе. Понимаете? Точно так и мы. И нам нужно построить социальные связи, социальные отношения, которые создадут возможность нашего успешного движения. И третье. Ну, надо было быть достаточно толковым, умным Ване. Сначала он дурак-дураком был. Но по мере вот этих всех событий, переживая этот внутренний личностный кризис, он начинает мыслить, он начинает видеть ситуацию в объеме, в сложности. И это позволяет ему принимать правильные решения на пути его искупления этой его ошибки молодости.